Приветствую вас! И вот вы пишете, что расстанетесь с парнем, забыть его не можете до сих пор, разваниваетесь, видитесь редко, не знаете, как побороть себе эту любовь. У него тоже есть чувства, но он говорит, что ломаный. Значит, вы хотите, чтобы он остался в вашей жизни как друг, но при этом говорите, что любите его. И он говорит, что тоже вас любит, но у него ломаные чувства. Вы знаете, вот по первому впечатлению у вас была какая-то ссора. У вас был конфликт, который привел к тому, что на данный момент вы расстались. Если это так, то давайте мы для начала с вами поговорим именно про конфликт, про ваш конфликт. Что произошло, почему этот конфликт был, что повлияло на него, значит, какова причина конфликта, ну и, собственно, так далее. То есть, вот это, наверное, первый момент. То есть, у вас был некий конфликт, в результате которого вы расстались. Судя по тому, что чувства у мужчины к вам еще есть, конфликт с себя не исчерпал. Ну, по крайней мере, по... Судя по тому, что вы пишете, конфликт с себя еще не исчерпал. И либо у вас есть надежда, что... Ваши отношения можно вернуть еще. Либо у него недостаточно сил для того, чтобы сказать вам окончательно все. Чтобы сказать вам окончательно, что вы больше вместе не будете, что все-таки вы расстаетесь, и так далее. Это первый момент. Нужно ваш конфликт посмотреть. И, кто знает, может быть, получится его разрешить. То есть, разобрать конфликт. Это первое. То, что касается вот именно причины, по которой вы расстались, молодой человек. Дальше. Если, значит, вы его любите, еще до сих пор понимаете, что в жизни вы вряд ли с ним сможете стать парой, и вы понимаете, что у вас нет выбора, кроме как быть друзьями, то в этой ситуации я хотел бы предложить вам какое-то время, наверное, с ним не отстаться. Потому что вы его любите, вы к нему еще не равнодушны, а вы с ним общаетесь, из-за этого, можно сказать, ну, совершенно точно, вы, как бы, постоянно раздражаете, постоянно вспоминаете свои чувства, когда с ним общаетесь. То есть, чтобы вам дружить с ним, нужно, чтобы вы, как минимум, воспринимали его в банку по-новому. Чтобы вы, как минимум, воспринимали человека, смогли воспринимать человека как друга. А для этого для этого нужно время. Вот сразу так сходу у вас это сделать вряд ли получится. Потому что невозможно перестать человека любить и тут же смотреть на него как на своего друга. Это, знаете, очень тяжело и трудно. это то, что касается непосредственно вашего желания быть друзьями. Следующий момент, который я хотел бы с вами прояснить. Это момент того, хочет ли парень, чтобы вы были его другом. Чтобы вы были его подругой, может быть. Даже сказать так лучше. Потому что если он этого не хочет, то представляется мне достаточно проблематичным ваша дружба. Потому что возможно скорее всего мужчина сам до сих пор еще к вам чувства имеет. И он может быть тоже не готов с вами еще пока дружить. Вот это вам тоже не нужно упускать из вида. Потому что если это так, если это так, то другим у вас не получится. Далее вы пишете такую вещь, что человека вы забыть не можете никак. Если это так, то давайте подумаем с вами о том какие у вас есть к нему желания. То есть почему несмотря на то, что мужчина с вами быть вроде как не хочет, вы все равно еще к нему продолжаете тяготеть. Что заставляет вас это делать? Вот этот момент я бы на самом деле точно прояснил потому что он лажен. Что удерживает вас с мужчиной, что продолжает притягивать вас в нем, в этом момент очень важен. Ну, вот когда и если вы сможете для себя вот это определить, все более-менее вы будете понимать откуда растут ваши проблемы и куда вам двигаться. Потому что до тех пор пока вы не отодняетесь чем мужчина удерживает вас рядом с собой, вам будет сложно как бы перестать в нем нуждаться вы чего скрывать вы вообще не сможете смотреть на него как на друга. И наконец последний вопрос остался, который нужно вам задать. Это вопрос такой. Вот вы говорите, что хотите чтобы мужчина остался вашей жизни как друг. А для чего? Зачем вам чтобы он был в вашей жизни как друг? Что он может вам дать по вашему мнению как друг? Что вы можете дать ему по вашему мнению как друг? И самое главное сможете ли вы ему это дать? Попробуйте представить себе что вы как друзья встречаетесь в компании и видите как молодой человек например общается с другой девушкой что вы при этом будете чувствовать? Как друг вы по идее должны испытывать радость но если вы радость испытывать не будете значит дружить вы еще не можете это означает что общение вам лучше прекратить по крайней мере на то время на тот период пока вы не сможете более менее спокойно воспринимать своего мужчину бывшего и до тех пор пока то что вы с ним получали то что вы сейчас потеряли то почему вы не можете забыть свою любовь вы не научитесь получать самостоятельно то есть пока не станете от него независимы и вот когда и если это произойдет вот тогда можно говорить о возможном начале дружбы пожалуй именно в такой хронологии я предлагаю вам посмотреть на эту проблему и именно в какой последовательности ее решать на этом все надеюсь что помог вам если какие-то вопросы остались обращайтесь в личку помогу если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим желаю вам всего доброго и удачи